Алластер Рейнельц Спячка Гондо вывели из анабиоза ранние виды. Весной, в холодный ветреный день. Он очнулся на кровати со стальной рамой в помещении с серыми стенами. Комната выглядела как нечто дешевое и наскоро смонтированное из готовых блоков. В ногах кровати стояли двое. Похоже, их мало интересовало, насколько паршиво он себя чувствует. Мужчина прижимал к груди миску с какой-то едой и торопливо орудовал ложкой, словно завтракал на бегу. Его седые волосы были коротко подстрижены, и, судя по морщинистому лицу с задубевшей кожей, он много времени проводил вне помещений. Рядом стояла женщина с чуть более длинными волосами, скорее седеющими, чем седыми, и намного более смуглой кожей. Подобно мужчине, она была жилистая и облачена в потертый серый комбинезон. Ее бедра охватывал тяжелый пояс с инструментами. «Ты как? Цел, Гонд?» – спросила она, пока ее товарищ доедал завтрак. «Ты Компус Мэнтис?» Гонд прищурился. Цвет в комнате был слишком яркий, и на мгновение запутался в воспоминаниях. «Где я?» – спросил он. «В комнате». «Тебя разбудили», – ответила женщина. «Ты ведь помнишь, как засыпал?» Он ухватился за воспоминания, отыскивая в них хоть что-нибудь конкретное. Врачи в зеленых халатах, стерильная операционная, рука подписывает последний документ перед тем, как его подключают к машинам. Верил медленно льются препараты. Полное отсутствие печали или тоски, когда он прощался со старым миром, со всеми его разочарованиями. Кажется, помню. «Как тебя зовут?» – спросил мужчина. «Гонд». Ему пришлось выждать секунду, пока вспомнилось имя. «Маркус Гонд». «Вот и хорошо», – сказал мужчина, вытирая губы рукой. «Это положительный признак». «Я Клаузен», – представилась женщина. «А это Досилва. Мы твоя группа пробуждения. Ты помнишь спячку?» «Не уверен». «Подумай хорошенько, Гонд», – попросила она. «Нам ничего не стоит уложить тебя обратно, если ты откажешься работать с нами». Нечто в Тоне Клаузен убедило его, что следует постараться. «Компания», – сказал он. «Спячкой называлась Компания. Она уложила меня спать. Она всех уложила спать». «Клетки мозга вроде бы не повреждены», – заметил Досилва. Клаузен кивнула, но никак не показала, что рада правильному ответу Гонта. Скорее, я успокоила, что Гонд избавил их от какой-то мелкой обязанности и не более того. «Мне понравилось, как он сказал всех. Словно это так и было». «А разве нет?» – удивился Досилва. «Для него нет. Гонд был одним из первых. Ты что, не читал его досье?» Досилва поморщился. «Извини, немного отвлекся». «Он был одним из первых двухсот тысяч», – напомнила Клаузен, – «членом эксклюзивного клуба. Как вы себя называли, Гонд?» «Избранное». Совершенно точное описание. «А как еще нам было себя называть?» «Везучие сукины дети», – подсказала Клаузен. «Помнишь, в каком году тебя усыпили?» – спросил Досилва. «Ты был одним из первых. Значит, это случилось примерно в середине века. В 2058-м. Если надо, могу назвать месяц и число. Насчет времени суток – не уверен». «И ты помнишь, разумеется, почему на такое решился?» – заметил Досилва. «Потому что мог. Потому что любой в моей ситуации поступил бы так же. Мир становился все хуже, катился под откос, но еще не рухнул окончательно. А врачи год за годом продолжали твердить, что прорыв к бессмертию совсем рядом. Еще чуть-чуть и готово. Мол, вы уж продержитесь еще немного. Но мы все старели. А потом врачи заявили. «Сейчас мы еще не способны подарить вам вечную жизнь, зато можем предоставить средства проскочить через годы ожидания, пока этого не произойдет». Гонд заставил себя сесть на кровати. Силы постепенно возвращались в конечности, особенно из-за нарастающей злости. «Почему к нему не проявляют должного почтения? И почему, что еще хуже, его так осуждают и оценивают?» «В нашем поступке не было ничего плохого. Мы никому не причинили вреда, ни у кого ничего не отняли. Мы лишь воспользовались имеющимися у нас средствами, чтобы достичь того, что и так к нам приближалось». «Кто сообщит ему новости?» Спросила Клаузен, глядя на Адасилву. «Ты проспал почти 160 лет», — сказал мужчина. «Сейчас апрель 2217 года. На дворе 23 век». Гонд снова обвел взглядом обшарпанное помещение. У него имелись некие туманные представления о том, каким станет пробуждение, но реальность совершенно в них не вписывалась. «Вы мне лжете?» — спросил он. «А ты как думаешь?» — вопросом на вопрос ответила Клаузен. Гонд поднял к лицу руку. Она выглядела, насколько он мог вспомнить, точно такой же, как и прежде. Те же старческие веснушки, те же набухшие под кожей вены, те же волосатые костяшки пальцев, те же шрамы и дряблые, как у ящерицы кожа. «Принесите зеркало», — попросил он, охваченный дурным предчувствием. «Избавлю тебя от хлопот», — сказала Клаузен. «Ты увидишь примерно такое же лицо, с каким заснул. Мы ничего с тобой не делали, только вылечили подкожные повреждения, вызванные несовершенством ранних методов замораживания. Физиологически, ты все еще мужчина шестидесяти трех лет и проживешь еще лет двадцать или тридцать». «Тогда зачем вы меня разбудили, если процесс еще не завершен?» «А его нет», — сообщил Досилва. «И не будет еще очень долго. У нас сейчас совершенно другие заботы. И среди этих проблем бессмертие на последнем месте». «Не понимаю». «Поймешь, Гонд», — утешила подопечного Клаузен. «Рано или поздно понимают все. Кстати, мы тебя выбрали, учитывая твои способности. Ты ведь сделал состояние на компьютерах, верно? Работал с искусственным интеллектом, пытался создать мыслящие машины». Одно из смутных разочарований оформилось в конкретное поражение. «Он вспомнил энергию, вложенную в единственную амбицию. Вспомнил друзей и возлюбленных, которых сжег на этом пути, вычеркнув из жизни сфокусированной на белом ките». «Из этого ничего не получилось». «Верно. Но ты все же на этом разбогател». «Просто способ заработать. Какое это имеет отношение к моему пробуждению?» Клаузен, похоже, собралась ответить, но что-то заставило ее передумать. «Одежда в шкафчике возле кровати. По размеру должна подойти. Хочешь позавтракать?» «Я не голоден». «Желудку понадобится какое-то время, чтобы проснуться. А пока, если тебя тошнит, лучше вывали все сейчас, чем потом. Не хочу, чтобы ты загадил мой корабль». Детали неожиданно стали складываться в картину. «Функциональное помещение, фоновый шум далеких механизмов, утилитарные одежды этой парочки. Возможно, он на борту какого-то космического аппарата. Двадцать третий век. Времени было вполне достаточно, чтобы основать межпланетную цивилизацию, пусть даже в пределах Солнечной системы». «Мы сейчас на корабле?» «Конечно нет», – фыркнула Клаузен. «Мы в Патагонии». Он оделся, натянув нижнее белье, белую футболку и такой же серый комбинезон, как у местных. В комнате ощущались прохлада и сырость, и он порадовался, что одет. Гардероб дополнили ботинки со шнурками, немного тесные в пальцах, но в остальном вполне приличные. Одежда была на ощупь самая обычная и простая, хотя местами слегка потертая и поношенная. Зато сам он оказался чисто ухожен. Волосы ему коротко подстригли, а бороду сбрили. С ним хорошо поработали, прежде чем привести в сознание. Клаузен и Досилва ждали его возле комнаты в коридоре без окон. «Наверное, у тебя сейчас масса вопросов», – сказала Клаузен. «Например, почему со мной обращаются как с дерьмом, а не как с королевской особой?» «Что случилось с остальными избранными, что это за вонючее место и так далее?» «Полагаю, вы собираетесь в ближайшее время на них ответить». «Расскажи-ка ему сразу о сделке!» «Открытым текстом», – предложил Досилва. Он успел надеть куртку, а через плечо у него висела застегнутая на молнию сумка. «Какую еще сделку?» – осведомился Гонд. «Начнем с того, что ты для нас отнюдь не какая-то особая персона», – сообщила Клаузен. «И тот факт, что ты проспал 160 лет, нас совершенно не впечатляет. Это старые новости. Но ты все еще полезен». «В каком смысле?» «Нам не хватает одного человека. Работа здесь суровая, и мы не можем потерять даже одного члена команды», – ответил Досилва. «Хотя они еще мало общались, у Гонта сложилось впечатление, что мужчина чуть более рационален, чем его коллега, и не проявляет столь неприкрытой антипатии». «А сделка такая. Мы тебя обучаем и даем работу. В обмен, разумеется, о тебе будут хорошо заботиться. Еда, одежда, спальное место, лекарства из тех, что у нас имеется». Он пожал плечами. «Мы все согласились на это. Если попривыкнуть, то не так уж плохо». «А какая альтернатива?» «Снова в мешок, бирку на палец и в морозильник», – сообщил Досилва. «В компанию к остальным. Выбор, конечно, за тобой. Или работать с нами, стать одним из команды, или залечь обратно в спечку и попытать счастье таким способом». «Нам пора идти», – сказала Клаузен. «Не хочу заставлять Неро ждать на палубе Ф». «Кто такое Неро?» «Последний из тех, кого мы разбудили до тебя», – пояснил Досилва. «Они прошли по коридору, миновали несколько распахнутых двустворчатых дверей и вошли в нечто вроде столовой или комнаты отдыха. За столами сидели мужчины и женщины разного возраста. Негромко разговаривали, ели, играли в карты. Все здесь выглядело по-спартански, или как в каком-то учреждении, от пластиковых стульев до крытых пластиком столов. В дальней стене виднелось мокрое от дождя окно, обрамляющее прямоугольник серых туч. Гонд заметил несколько брошенных на него взглядов, быстро угасший интерес со стороны двоих-троих присутствующих, но никто не изумился, увидев его. Они двинулись дальше, поднялись по лестнице на следующий этаж этого непонятного здания. Навстречу попался пожилой мужчина, китаец на вид, с замасленным гаечным ключом в руке. Он поприветствовал Клаузен, подняв свободную руку с растопыренными пальцами. Клаузен ответила тем же. Затем они поднялись еще на этаж, прошли мимо шкафов с оборудованием и распределительных щитов и далее вверх по спиральной лестнице в продуваемый ветром ангар из гофрированного металла, где пахло маслом и озоном. На стене ангара как-то нелепо смотрелся надувной оранжевый спасательный жилет. На противоположной стене висел красный огнетушитель. Гонд напомнил себе, что на дворе 23 век. Несмотря на это унылое окружение, у него не было причин сомневаться, что таковы реалии жизни в 2217 году. Пожалуй, он всегда верил, что мир будет улучшаться, а будущее окажется лучше прошлого, ярче, чище, стремительнее, но никак не предполагал, что его вера подвергнется такому испытанию. Из ангара наружу вела единственная дверь. Клаузен открыла ее, преодолевая сопротивление ветра, и они вышли, оказавшись на крыше. Гонд увидел квадрат потрескавшегося и заляпанного маслом бетона, размеченный полосами выцветшей красной краски. В дальнем углу площадки что-то уныло клевали две чайки. Гонд порадовался, что в будущем есть хотя бы чайки. Значит, тут не произошло какой-нибудь ужасной, сметающей жизни биокатастрофы, вынудившей людей ютиться в бункерах. На бетоне в центре крыши стоял вертолет. Это была матово-черная, поджарая, смахивающая на осу конструкция, состоящая больше из углов, чем округлостей, и если не считать нескольких зловещего вида выпуклости и подвесок, ее вид не отличался чем-либо особо футуристическим. Насколько Гонд мог судить, прототипом вертолета вполне могла стать модель, выпускавшаяся еще до того, как он залег в спячку. «Что, дерьмовенький вертолет?» угадала Клаузен мысль своего подопечного. Ей пришлось повысить голос, чтобы перекрыть гул ветра. Гонд улыбнулся. «На чем он работает?» «Полагаю, запасы нефти кончились еще в прошлом веке». «На бензине», — сообщила Клаузен, открывая дверь кабины. «Залезай назад и пристегнись. Досилва полетит впереди, со мной». Досилва повесил свою сумку в задней части кабины, где уже расположился оцепеневший от испуга Гонд. Он взглянул на приборную панель в просвет между передними креслами. Ему уже доводилось сидеть в частных вертолетах, и он хорошо знал, как выглядят приборы ручного управления в обход автоматики. Вот и здесь, на панели, он не разглядел что-то незнакомого или необычного. «Куда мы летим?» «На смену вахты», — пояснил Досилва, надевая наушники. «Два дня назад произошел несчастный случай на платформе G. Потеряли Гименеса, ранило Неру. Погода не подходила для эвакуации. Но сегодня появилось окно. Кстати, из-за этого тебя и разбудили. Я займу место Гименеса, а тебе придется заменить меня здесь». «У вас не хватает рабочих рук, и поэтому меня разбудили?» «В общем, да», — согласился Досилва. «Клаузен решила, что тебе не помешает прокатиться с нами. Быстрее войдешь в курс дела». Клаузен защёлкала переключателями на потолке. Лопасти начали раскручиваться. «Наверное, для более дальних полётов у вас есть что-нибудь побыстрее вертолётов?» — предположил Гонд. «Нет», — ответила Клаузен. «Если не считать нескольких кораблей, мы обходимся вертолётами». «А как же межконтинентальное сообщение?» «У нас его нет». «Не в таком мире ожидал я проснуться», — сообщил Гонд, перекрикивая шум над головой. Досилва обернулся и показал на наушники, висящие на спинке кресла. Гонд надел их и пристроил микрофон перед губами. «Я сказал, что не в таком мире ожидал проснуться». «Понял!» — кивнул Досилва. «Ещё в первый раз!» Лопасти разогнались до взлётной скорости. Клаузен подняла вертолёт, посадочная площадка на крыше поползла вниз. Машина некоторое время двигалась вбок, опустив нос, пока не вылетела за границу крыши. Стена здания за окном рванулась вверх, и Гонта слегка замутила из-за быстрого спуска. Оказалось, что никакое это не здание. По крайней мере, не такое, каким он его представлял. Вертолётная площадка располагалась на крыше прямоугольного промышленного на вид сооружения, размером примерно с большой офисный квартал, опутанного мостками и мостиками, ощетинившегося кранами, дымовыми трубами и прочими непонятными выступами. В свою очередь, сооружение поднималось из моря на четырёх мощных опорах, в расширяющиеся основания которых без устали били волны. Это была нефтяная вышка или какая-то промышленная платформа, во всяком случае, нечто созданное на подобной основе. И она не стояла в одиночестве. Вышка, с которой они взлетели, была лишь одной из множества на огромном поле, тянущемся до угрюмого, серого и смазанного дождём горизонта. Вышек были десятки. Игон догадывался, что у горизонта они не заканчиваются. Да для чего они? Я знаю, что он не для добычи нефти. Её не могло остаться столько, чтобы окупить бурение в таких масштабах. Запасы уже приближались к истощению, когда я отправился в спячку. Спальни, пояснил Досилва. На каждой платформе примерно десять тысяч спящих. А в море они построены, потому что для их энергоснабжения мы используем ЭТГ, энергию температурного градиента морской воды, за счёт разницы температур на поверхности и в глубине океана. Так намного легче, не надо оттянуть кабели на материк. И теперь мы за это расплачиваемся, сказала Клаузен. «Если бы мы обосновались на материке, то вместо морских драконов они послали бы сухопутных. Они просто приспосабливаются к нашим действиям», – прагматично возразил Досилва. Вертолёт мчался над маслянистой и бурлящей водой. «Это действительно Патагония?» – спросил Гонд. «Прибряжный сектор Патагонии», – пояснил Досилва. «Под сектор пятнадцать. Здесь мы и несем вахту. Нас около двухсот человек, и под нашим присмотром около ста вышек. Этим всё сказано». Гонд проделал мысленные расчёты, затем пересчитал ещё раз, не веря услышанному. «Это же миллион спящих!» «И десять миллионов во всём Патагонском секторе», – добавила Клаузен. «Тебя это удивляет, Гонд?» «Мол, как эти десять миллионов человек смогли получить то же, что давным-давно получили ты и твоя драгоценная горстка избранных?» «Пожалуй, нет», – проговорил Гонд, когда осознал услышанное. «Со временем стоимость процесса наверняка снизилась и стала доступной для людей с меньшими средствами. Для просто богатых, а не сверхбогатых. Но она никогда бы не стала доступной для масс. Может быть, для десяти миллионов, но для сотен миллионов. Вы уж извините, но экономически такое невозможно». «Тогда хорошо, что у нас нет никакой экономики», – заметил Досилва. «Патагония – лишь малая часть целого», – пояснила Клаузен. «Есть ещё двести секторов, таких же больших, как этот. А это два миллиарда спящих». Гонд покачал головой. «Где-то тут ошибка. Когда я заснул, на планете жили восемь миллиардов человек, и население сокращалось. Вот только не говорите, что четверть населения планеты сейчас спит. Может, тебе легче будет поверить, если я скажу, что нынешнее население Земли как раз и составляют те самые два миллиарда», – отозвалась Клаузен. «И почти все они спят. Всего лишь горстка бодрствует. Присматривает за спящими платформами и ЭТГ-станциями». «Четыреста тысяч бодрствующих», – подтвердил Досилва. «Но по жизни ощущение такое, что нас намного меньше. Ведь мы практически всё время остаёмся в назначенных секторах. Знаешь, в чём настоящая ирония ситуации?» – вопросила Клаузен. «Теперь мы можем называть себя избранными. Те, кто не спит». «Но тогда получается, что заниматься чем-то реальным просто некому», – заявил Гонд. «Какой смысл всем дожидаться бессмертия, если никто из бодрствующих не работает?» Клаузен обернулась, чтобы взглянуть на него, и выражение её лица красноречиво сказало всё, что надумает о его интеллекте. «Мы работаем. Но не ради бессмертия. Ради выживания. Так мы вносим свой вклад в войну». «Какую ещё войну?» «В ту, что идёт вокруг нас. Ту, которую помог начать ты». Они приземлились на другой вышке, одной из пяти, стоявших настолько близко, что их соединили кабелями и мостиками. Море всё ещё волновалось, и в бетонные опоры вышек били огромные волны. Гонд напряжённо всматривался в окна, шарил взглядом по палубам, но нигде не видел следов человеческой деятельности. Он вспоминал слова Клаузена до Силвы, пытаясь отыскать причину, побудившую их лгать ему, так долго и упорно скрывать от него правду о мире, в котором он проснулся. Возможно, тут практиковалась некая форма массового развлечения. Спящих вроде него будили и устраивали им эмоциональную встряску, показывая худший из возможных сценариев. Несчастных доводили до отчаяния и нервного срыва, и лишь потом отдёргивали серый занавес, и демонстрировали, о чудо, что жизнь в 23 веке действительно такая безоблачная и утопическая, как они надеялись. Впрочем, подобное оказалось маловероятным. И всё же, какая ещё война потребовала уложить в спячку миллиарды людей? И почему отряд присматривающих, эти 400 тысяч бодрствующих, настолько малочислен? Ясно, что вышки во многом автоматизированы, но, тем не менее, его всё же потребовалось разбудить только потому, что в Патагонском секторе кто-то умер. В таком случае, почему бы сразу не разбудить больше людей, чтобы система имела резерв на случай потерь? Когда вертолёт благополучно опустился на площадку, Клаузен и Де Силва велели ему следовать за ними в недра другой вышки. Она почти не отличалась от той, где разбудили Гонта, только здесь практически не было людей, а вместо них повсюду основали ремонтные роботы. Гонт сразу понял – эти примитивные машины лишь немного умнее автоматических мощиков окон. «Неужели того стоили годы жизни, которые он отдал мечте об искусственном интеллекте?» «Нам надо кое-что выяснить раз и навсегда», – заявил Гонт, когда они уже шагали среди гудящих механизмов внутри платформы. «Я никакой войны не начинал. Вы не на того пальцем указываете». «Думаешь, мы перепутали твоё досье?» – вопросила Клаузен. «А откуда тогда мы узнали, что ты работал над мыслящими машинами?» «Значит, вы зашли не с того конца. Я не имею никакого отношения к воинам или военным». «Мы знаем, чем ты занимался. Ты потратил много лет на создание настоящего искусственного интеллекта, способного выдержать тест Тьюринга – мыслящей и разумной машины». «Да, только этот путь оказался тупиковым. Но всё же он привёл к некоторым полезным побочным результатам. Разве не так?» – продолжила Клаузен. «Ты решил сложную проблему языка. Твои системы не просто распознавали речь, а могли понимать её на уровне, недостижимом для любой компьютерной системы. Метафоры, сравнения, сарказм, умолчание, даже подтекст. Конечно, результат имел разнообразные сферы применения в гражданской жизни, но свои миллиарды ты заработал не на них». Женщина бросила на него резкий взгляд. «Я создал продукт. Я просто сделал его доступным для любого, кому он был по карману». «Разумеется. К сожалению, твоя система оказалась идеальным инструментом для массовой слежки, и ею воспользовалась каждое деспотическое правительство, оставшееся на планете. Любому тоталитарному государству просто не терпелось его заполучить. И ты совершенно не испытывал угрызений совести, продавая его, не так ли?» Из подсознания Гонта всплыл давний и хорошо отрепетированный аргумент. «Никакой инструмент связи никогда не был мечом лишь с одним лезвием». «И это тебя оправдывает, да?» – спросила Клаузен. Досилва во время их разговора молчал, пока они шли по коридорам и спускались по лестницам. «Я не прошу меня оправдывать. Но если ты думаешь, будто я начинал войны, что я несу какую-то ответственность за это…» Он обвел рукой вокруг. «Это убожество. То ты сильно ошибаешься». «Ну, может, ты не один за это ответственен», – признала Клаузен. «Однако причастен несомненно. Ты и любой из тех, кто лелеял мечту об искусственном интеллекте. Подталкивал мир к краю пропасти, не думая о последствиях. Вы понятия не имели, какого джина вы пускаете на волю». «Повторяю, никого мы не выпустили. У нас ничего не получилось». Они шли через подвесной мостик, переброшенный над каким-то огромным пустым пространством внутри вышки. «Посмотри вниз», – предложил Досилва. Гонту не хотелось этого делать. Он никогда не дружил с высотой. И даже дренажные отверстия в мостике нервировали его, потому что казались слишком большими. Но все же он заставил себя посмотреть вниз. Четыре стены кубической камеры оказались полками, заставленными белыми ящиками размером с гроб, по тридцать рядов в высоту. Их опутывала сложная мешанина трубопроводов и не менее сложная паутина мостиков, лесенок и сервисных дорожек. Гонт увидел, как робот, жужжа моторчиками, подкатил к одному из ящиков, извлек из его торца какой-то модуль, потом двинулся дальше, к соседнему гробу. «На случай, если ты подумал, что мы пудрим тебе мозги, все это настоящее», — сообщила Клаузен. Анабиозные камеры для первоначальных избранных были совершенно иными. Подобно египетскому фараону, похороненному вместе с мирскими пожитками, Гонту потребовался целый склеп, набитый шкафами с самым современным оборудованием для криоконсервации и мониторинга. Согласно его контракту с фирмой, он круглосуточно находился под наблюдением нескольких живых врачей. Одно только размещение тысячи избранных требовало здания размером с большой курортный отель, примерно с такими же требованиями по энергоснабжению. По контрасту, здесь Гонту видел анабиоз в максимально эффективном промышленном масштабе. Люди в ящиках, складированные как некие изделия массового производства и обслуживаемые абсолютно минимумом живых наблюдателей. В данной камере он видел лишь около тысячи спящих. Но с этого момента у Гонта не осталось никаких сомнений. Подобная технология позволяет при необходимости погрузить в спячку миллиарды. Для этого требовалось лишь достаточное количество подобных помещений, роботов и платформ. При условии, что энергии хватает, а у людей на планете нет необходимости заниматься чем-то еще, все это реально выполнимо. Здесь никто не выращивал урожаи и не распределял пищу. Но это не имело значения, ведь почти не осталось бодрствующих, которых надо кормить. Никто не руководил сложной и переменчивой паутиной глобальной финансовой системы. Но и это не имело значения. Не осталось чего-либо напоминающего экономику. Отпала необходимость в транспортной инфраструктуре, потому что никто не путешествовал. Не было нужды в связи. Никого не интересовала обстановка за пределами сектора. Не было нужды ни в чем, кроме абсолютно необходимого для выживания. Воздух для дыхания, пайки и лекарства менее чем для полумиллиона людей. Немного нефти, последние оставшиеся струйки, чтобы поднимать в воздух вертолеты. «Идет война», — сказал Досилва. «И началась она в той или иной форме еще до того, как тебя заморозили. Но это не та война, о которой ты, наверное, подумал». «И как в нее вписываются все эти спящие люди?» «А у них нет выбора», — отрезала Клаузен. «Они должны спать. Если они не будут спать, мы все умрем». «Мы?» «Ты? Я?» «Мы все», — подтвердил Досилва. «Человечество». Они забрали неры и труп из лазарета, расположенного несколькими этажами ниже морозильной камеры. Труп был уже упакован, обернутая в серебристый пластик мумия на больничной каталке. Нера оказался не мужчиной, как предполагал Гонд, а высокой гибкой женщиной с открытым и дружелюбным лицом и копной рыжих кудряшек. «Ты ведь новичок, верно?» — спросила она, салютуя кофейной кружкой. «Наверное», — неуверенно отозвался Гонд. «К этому надо привыкнуть. Уж я-то знаю. Я только через полгода сообразила, это не худшее, что могло со мной случиться. Но и ты со временем втянешься». Одна рука Нера была забинтована и облачена в белую перчатку, пришпиленную к одежде английской булавкой. «От души советую, не возвращайся в ящик». Тут она взглянула на Клаузен. «Вы ведь даете ему такой шанс?» «Конечно, таковы условия сделки». «Знаешь, мне иногда кажется, что сделка все только осложняет», — сказала Неру. «Не проще ли просто указать им, что надо делать? И к черту сантименты». «Ты бы сама не очень обрадовалась, не предоставь мы тебе выбора», — заметил Досилва. «Он уже снимал куртку, готовясь остаться». «Да, но что я тогда знала? Сейчас мне эти прошедшие шесть месяцев кажутся половиной жизни». «Когда тебя заморозили?» — спросил Гонд. «В 2092-м. Я одна из первых ста миллионов». «Гонд тебя опередил», — сообщила Клаузен. «Он был одним из избранных. Те самые избранные. Первые двести тысяч». «Ничего себе! Вот это рывочек на старте!» Нера прищурилась. «Значит, он не в курсе. Насколько мне помнится, тогда они еще не знали, во что вляпались». «Большинство не знало», — согласилась Клаузен. «Чего не знала?» — вскинулся Гонд. «Спячка была прикрытием даже тогда», — пояснила Неру. «Тебе продали обманку. Никакой прорыв к бессмертию тебе не светил. Сколько бы ты не спал». «Не понимаю. Так вы утверждаете, что все это было мошенничеством?» «Вроде того», — сказала Неру. «Не заработать деньги для кого-то, а начать процесс укладывания всего человечества в спячку. Его предполагали начать в малом масштабе, чтобы оставалось время преодолеть несовершенство технологии. Если бы знающие люди открыто объявили о своих планах, им бы никто не поверил. А если бы поверили, во всем мире началась бы паника. Поэтому они начали с избранных, постепенно разворачивая операцию. Сперва 200 тысяч, затем полмиллиона, потом миллионы и так далее. Она сделала паузу. А внешне жизнь шла своим чередом. Им удалось хранить стайну лет 30, но потом поползли слухи, что спячка — это нечто большее. «Да и драконы сильно подгадили», — добавил Досилва. «Их существование всегда было нелегко объяснить». «Ко времени моей заморозки», — продолжила Нера, — «большинство уже знало, каков расклад. Если мы не отправимся спать, миру придет конец». И согласие на Набиоса стало нашим моральным долгом. Вариантов имелось всего два — или спячка, или автаназия. Я выбрала заморозку, но немало моих друзей предпочли эпилюлю. Решили, что определенной смерти предпочтительнее лотереи пребывания в ящике. Она впилась взглядом в глаза Гонта. И об этой части сделки я тоже знала. О том, что в любой момент меня могут разбудить и сделать с надсмотрщиком. Но вероятность этого была исчезающе мала. Никогда не думала, что мне выпадет такая судьба». «Никто не думал», — буркнула Клаузен. «А с ним что случилось?» — спросил Гонд, кивнув на завернутое в фольгу тело. «Гименес погиб, когда на восьмом этаже прорвало паровую трубу. Вряд ли он успел что-то почувствовать. Все произошло внезапно. Я, конечно, спустилась туда как смогла быстро, перекрыла утечку пара и смогла дотащить Гименеса до лазарета». «Дэра сама получила ожог, когда тащила сюда Гименеса», — сказал Досилва. «Ничего, поправлюсь. Только я сейчас с трудом орудуя отверткой». «Мне Гименеса жаль», — сказала Клаузен. «А ты его не жалей. Если честно, ты ему никогда здесь не нравилась. Он считал, что принял неправильное решение, когда остался с нами, а не вернулся в ящик. Я, конечно, пыталась его переубедить, но тщетно». Нэра провела здоровой рукой по кудряшкам. «Не скажу, что я с ним не ладила, зато сейчас ему точно лучше, чем было». «Он же мертв», — удивился Гонд. «Технически да, но после несчастного случая я сделала ему полную очистку крови и накачала его криопротектором. У нас здесь нет свободных ячеек, но мы сможем поместить его в ящик на главной платформе». «В мой ящик», — уточнил Гонд. «Есть и другие ячейки», — возразил Досилва. «То, что Гименеса заморозят, не помешает тебе последовать за ним, будь твоя воля». «Если Гименес был таким несчастным, то что вам мешало заморозить его раньше?» «Так дела не делаются», — заявила Клаузен. «Это был его выбор. К тому же мы вложили немало времени и труда, чтобы его обучить, помочь влиться в команду. Думаешь, мы согласились выпустить все эти усилия коту под хвост только потому, что он передумал?» «Он всегда честно вкалывал», — напомнила Неру. «И команду никогда не подводил. И то, что произошло с ним на восьмом, было несчастным случаем». «Никогда в этом не сомневался», — подтвердил Досилва. «Он был хорошим парнем. Жаль только, что не смог до конца освоиться». «Возможно, теперь для него все сложится к лучшему», — сказала Неру. «Билет в грядущее в один конец. Смотрителем он уже отработал, и, надеюсь, следующее его пробуждение произойдет в лучшем мире, когда мы выиграем войну и сможем проснуться снова. Я уверена, что в будущем его сумеют залатать». «Похоже, под конец он все-таки добился выгодной сделки», — заметил Гонд. «Единственная хорошая сделка — остаться живым», — возразила Неру. «Чем мы сейчас все и занимаемся. Что бы вокруг ни происходило, мы живы, мы дышим, мы мыслим. И мы не замороженные тела в ящиках, существующие лишь от одного мгновения к следующему». Она пожала плечами. «Я так думаю, вот и все. Если хочешь вернуться в ящик, чтобы лямку тянул кто-то другой, то не позволяй мне тебя отговаривать», — она посмотрела на Досилву. «Ты здесь справишься один, пока я подлечусь?» «Если с чем-то не смогу разобраться, то дам тебе знать», — ответил Досилва. Нера и Досилва прошлись по контрольному списку. Нера хотела убедиться, что сменщик полностью готов. Потом они распрощались. Гонт не знал, на какой срок коллеги оставляют Досилву одного — на неделе или месяц. Но тот вроде бы не возражал против такой судьбы, как будто длительные одиночные дежурства время от времени были для них чем-то вполне ожидаемым. Если вспомнить, что до смерти Геменеса здесь дежурили всего двое, то Гонт не мог понять, почему бы им просто-напросто не разбудить еще одного спящего в компанию Досилве. Вскоре они снова сели в вертолет и отправились на исходящую платформу. Погода за это время ухудшилась. Волны еще выше хлистали по опорам вышки, а горизонт скрыла завеса штормового дождя, разрываемая лишь всполохами молний. «Вы выбрали неудачный момент», — услышал он слова Неру. «Лучше бы переждали шторм. Геменесу теперь все равно торопиться некуда». «Мы и так слишком долго тянули с эвакуации. Парировала Клаузен. А погода может ухудшиться». «Я слышала, они вчера попытались протолкнуть одного». «Да, на поле Е. С частичной материализацией». «Ты это видела?» «Только на мониторах. По мне, так достаточно близко. Нам следует установить оружие на вышках». «И где ты собираешься взять стрелков? Мы и так еле держимся. Только новых забот нам не хватает». Женщины сидели впереди. Гонт притулился сзади в обществе обернутого в фольгу Геменеса. Чтобы пристроить тело, пришлось разложить заднее кресло. «Как я понимаю, выбора у меня нет», — сказал Гонт. «Разумеется, у тебя есть выбор», — ответила Неру. «Я имею в виду моральный выбор. Я вижу, каково вам приходится. Вы держитесь на пределе возможного, только ради того, чтобы все это не развалилось. Почему бы вам не разбудить больше людей?» «Слушай, какой хороший вопрос», — отозвалась Клаузен. «И как мы сами до этого не додумались?» Гонт проигнорировал ее сарказм. «Вы только что оставили одного человека присматривать за целым комплексом. И как я в такой ситуации могу отказать вам и при этом сохранить самоуважение?» «Многие именно так и поступили», — заметила Неру. «Сколько именно?» «Какая часть из всех?» «Соглашаются остаться более половины», — сказала Клаузен. «Такой процент тебя устраивает?» «Но ты говорила, что большинство спящих знают, на что идут, а я до сих пор не знаю». «И ты полагаешь, это что-то меняет?» — вопросила Клаузен. «Дает тебе право на поблажку?» «Так я повторю, не дергайся. Если хочешь, возвращайся в ящик. Мы и без тебя обойдемся». «Главное — понять», — добавила Неру, «что обещанное будущее не настанет. По крайней мере, еще несколько столетий, пока мы не выберемся из этой заварушки. А фок хранения спящих, образно говоря, не бесконечен. Думаешь, оборудование никогда не отказывает? И квартирант остается в порядке, когда ломается его ящик?» «Конечно, не думаю». «Когда возвращаешься в ящик, ты тем самым делаешь ставку на событие, которое может никогда не произойти. А если остаешься, получаешь хоть какую-то определенность. Во всяком случае, будешь знать, что до самой смерти делал что-то полезное и осмысленное». «Я бы не отказался узнать, почему», — заметил Гонд. «Кто-то же должен за всем присматривать», — пояснила Неро. «Вышки обслуживают роботы. Но кто позаботится о роботах?» «Я не это имел в виду. А почему все должны спать? Почему это так важно, черт побери?» На приборной панели замигала лампочка. Клаузом прижала к голове наушники, что-то слушая. Через несколько секунд Гонд услышал ее слова. «Вас поняла. Курс 3-2-5!» И еле слышно процедила. «Вот подлость! Только этого нам не хватало!» «Это было непогодное предупреждение», — сказала Неро. «Что происходит?» — спросил Гонд, когда вертолет заложил крутой вираж, а море поднялось ему навстречу. «Тебе беспокоиться не о чем», — борхнула Клаузом. Вертолет лег на новый курс и выровнялся. Теперь, как показалось Гонту, он летел выше и быстрее. Шум двигателя стал громче, а на панели высветились новые индикаторы, прежде остававшиеся темными. Зазвучали тревожные сигналы, но Клаузен выключила их с небрежным безразличием человека, привыкшего летать в напряженных обстоятельствах, и точно знающего, что вертолет способен выдержать, а что нет. Наверное, даже лучше самого вертолета, ведь тот, по большому счету, лишь тупая машина. Справа и слева, цитаделями на широко расставленных ногах, мелькали вышка за вышкой. Сперва часто, затем все реже. Видимость ухудшилась. И Гонт мог разглядеть лишь серую морскую равнину, исчерканную пенистыми гребнями волн. Растревоженная ветром, вода напоминала шкуру огромного существа, с жуткой неутомимостью, перемежающего вдохи и выдохи. «Смотри, там!» Нера показала направо. «Пробойное свечение!» «Вот черт, я-то думала, мы его обогнем, а не приблизимся!» Клаузен снова развернула вертолет. «Я тоже. Или они сообщили ошибочный курс, или сейчас происходит несколько вторжений. И уже не в первый раз. Они всегда вылезают в плохую погоду. Почему?» «Спроси у машин». Гонт лишь через несколько секунд смог разглядеть то, что уже заметила Неру. Где-то на границе видимости участок моря словно осветился изнутри, мазком желтоватой зелени на серо-белом фоне. Ему вспомнилась картинка из полузабытой иллюстрированной детской книжки. Из моря всплывает сказочный подводный дворец, облепленный светящимися ракушками, окруженный стаеками русалок и похожих на драгоценные камни рыбок. Но сейчас он отчетливо понимал, в том, что происходит под тем желтовато-зеленым мазком, нет ничего даже отдаленно магического или таинственного. И оно пугало Клаузен и Нера. «Что это за штуковина?» «Что-то пытаются пробиться», ответила Нера. «То, чего мы рассчитывали избежать». «Но действует, несогласованно», сказала Клаузен. «Я так думаю». Вокруг светящегося пятна шторм бушевал с удвоенной яростью. Море кипело и пенилось. Гонта раздирали два желания. Первое, чтобы вертолет развернулся, и он смог лучше разглядеть происходящее под волнами. А второе, оказаться отсюда как можно дальше. «Это оружие? Или это как-то связано с войной, о которой вы говорили?» спросил он. Прямого ответа он не ожидал. И меньше всего от Клаузен. Поэтому удивился, когда она пояснила. «Так они до нас и добираются. Пытаются пропихнуть эти штуковины через границу. Иногда у них получается». «Оно разваливается», сообщила Нера. «Ты была права. Для чистого пробоя сигнал слишком слабый. Наверное, большие помехи на границе». Желто-зеленое пятно с каждой секундой уменьшалось, словно волшебный город снова опускался в глубину. Зачарованный, Гонт увидел, как на поверхность вырвалось нечто длинное, светящееся и похожее на хлыст. Дернулось, разворачивая кольца, как будто ловило что-то в воздухе, и втянулось обратно в пенящийся хаос. Затем медленно потускнело, и свечение, штормовые волны приняли обычный вид. Тот клочок океана, где оно возникло, стал неотличим от прочих. Гонт принял решение. Он присоединится к этим людям, станет для них работать и примет условия их сделки, какие есть. Не потому, что хотел этого, осознал важность их работы или решил, что у него на эту работу хватит сил, а потому, что в противном случае выставил бы себя трусом и слабаком, нежелающим подчинить свою жизнь альтруистической миссии. Он прекрасно осознавал, это неправильные доводы, но принял их силу без всяких споров. Уж лучше выглядеть самоотверженным, пусть даже мысль о будущем затопляла его почти ошеломляющим чувством отчаяния, потери и горькой несправедливости. О своем решении он объявил на третий день после пробуждения. За это время он почти ни с кем не разговаривал, кроме Клауза, Неро и Досилвы. Остальные работники на этой платформе иногда признавали его существование. Бросали ему пару слов, когда он стоял в очереди в столовой, но Гонту было ясно, что они не готовы относиться к нему как к полноценному человеку, пока он к ним не присоединится. До тех пор он оставался кем-то вроде призрака, застрявшего в мрачном чистилище между измученными живыми и замороженными мертвыми. Он их понимал. Какой смысл знакомиться с теоретическим товарищем, если тот может в любой момент передумать и вернуться в ящик? Но одновременно это невольно наполняло его сомнениями, а сможет ли он хоть когда-нибудь вписаться и стать для них своим? Он отыскал Клаузен, когда та в одиночестве мыла кофейные чашки в подсобке столовой. «Я принял решение», сообщил он. «И?» «Я остаюсь». «Хорошо». Она поставила чистую чашку на комод. «Завтра тебя включат в полное расписание дежурств. Назначаю тебя напарником Неро. Будешь заниматься мелким ремонтом и обслуживанием роботов. Приходи в столовую к восьми утра. Неро там уже будет. С инструментами и приборами. Но перед этим позавтракай как следует. «Нет, работать предстоит без перерыва на обед». Клаузен направилась к выходу. «И это все?» Удивился Гонд. Она взглянула на него с удивлением. «А ты ожидал чего-то другого?» «Вы меня разбудили. Сказали, что мир превратился в дерьмо, пока я спал. Затем предложили выбор остаться с вами или вернуться в ящик. Несмотря на все это, я согласился работать с вами, ясно понимая, что тем самым лишаю себя всякого шанса увидеть что-либо, кроме этого нищего и жалкого будущего. Отказываюсь от бессмертия, от всякой надежды увидеть лучший мир. Ты сказала, что у меня впереди лет двадцать-тридцать. Около того. Я отдаю вам эти годы. Разве это не стоит хоть какой-то малости? Разве я не заслуживаю, чтобы мне просто сказали спасибо?» «Думаешь ты особенный, Гонд? Ты обладаешь чем-то таким, чего мы не могли и надеяться получить?» «Я никогда не подписывался на такую сделку. Никогда не принимал этих условий». «Верно», — она кивнула, словно он привел веский аргумент, меняющий правила игры. «Я поняла. Ты подразумеваешь, что для всех нас, для остальных, это было легко. Мы отправились в этот путь, зная, есть очень маленький шанс на то, что нас могут разбудить для помощи в обслуживании спящих. И поэтому, раз мы теоретически знали, что нас могут призвать на помощь, у нас не было никаких проблем с адаптацией. Ты это имел в виду?» «Я говорил, что между нами есть разница, вот и все. Если ты действительно так думаешь, Гонд, то ты еще большая сволочь, чем я думала. Ты разбудила меня. Ты выбрала именно меня. Это не было случайностью. Если сейчас действительно спят два миллиарда человек, то шанс выбрать кого-либо из первых двухсот тысяч микроскопический. Значит, ты разбудила меня намеренно. Я же говорила, у тебя есть нужные теоретические навыки, которыми может овладеть любой, нашлось бы время. Нера, очевидно, смогла. Да и ты наверняка тоже. Стало быть, должна быть другая причина. А поскольку ты упорно твердишь, что я во всем виноват, могу предположить, ты решила меня таким способом наказать. По-твоему, у нас есть время на такую мелочность? Не знаю. Однако с момента пробуждения ты обращаешься со мной как с грязью. И я пытаюсь выяснить, почему. И еще я убежден, сейчас самое время рассказать, что происходит на самом деле. Не только о спящих, но и обо всем остальном. О том, что мы видели в море. О причине всего этого. Думаешь, ты к этому готов, Гонд? А ты как считаешь? Никто не был готов. Следующим утром он подошел с подносом к столу, где сидели три других смотрителя. Они уже позавтракали, но все еще разговаривали, потягивая с кружек напиток, которые здесь согласились называть кофе. Гонд сел с краю и кивнул остальным. Те быстро свернули беседу, допили кофе и ушли, оставив его в одиночестве. С ним никто не заговорил, и лишь один из троицы, проходя мимо, буркнул. Ты уж не пойми это превратно. Интересно, а как он должен такое воспринять? Я остаюсь, негромко произнес он. Я сам принял решение. Чего еще от меня ждут? Он молча доел завтрак и отправился на поиски Неро. Полагаю, задание тебе дали, приветливо сказала она, уже одетая для уличной работы. Рука все еще оставалась забинтованной. Вот, держи. Она вручила ему тяжелый набор инструментов, каску и свернутые комбинезоны из коричневатой ткани, заляпанной смазкой. Одевайся и приходи к северной лестнице. Ты высоты боишься, Гонд? Если скажу, что боюсь, это что-то изменит? Пожалуй, нет. Тогда скажу, что почти не боюсь высоты, если нет опасности падения. Этого я гарантировать не могу. Но держись меня, делай, что я скажу, и все будет в порядке. После возвращения Неро погода немного улучшилась. И хотя все еще дул резкий восточный ветер, серые облака почти рассеялись. Небо заполнилось бледной зимней голубизной, не заляпанной инверсионными следами самолетов. На горизонте тускло поблескивали на солнце металлические верхушки дальних вышек. Чайки и желтоголовые бакланы кружили вокруг, в теплых потоках воздуха или под вышкой, проносясь между ее массивными опорами и устраивая громкие ссоры, когда дрались из-за объедков. Вспомнив, что некоторые птицы живут очень долго, Гонд задумался, а замечают ли они изменения в мире? Наверное, их крошечные мозги вообще не сознавали наличия цивилизации и техники, поэтому для них, в этом минимально населенном людьми мире, ничто не изменилось. Несмотря на холодность коллег, он ощущал себя бодрым, и ему не терпелось доказать свою полезность для общества. Подавив страху, он старался не демонстрировать опаску, шагая следом за Нера по скользким от пролитой смазки подвесным мостиком или карабкаясь по лестничным колодцам и наружным лесенкам, хватая за холодные как лед металлические ограждения и перекладины. У них имелись пояса с прицепными страховочными канатами, но Нера своим воспользовалась за весь день лишь раз или два. И Гонд, чтобы не выглядеть слабаком, следовал ее примеру. То, что она осталась по сути однорукой, внешне ей почти не мешало даже на лестницах, по которым она поднималась и спускалась с безрассудной, по мнению Гонта, они действительно занимались ремонтом роботов. По всей вышке, как снаружи, так и внутри, различные виды роботов выполняли бесконечную черную работу по уходу и обслуживанию. Большинство из них было очень простыми машинами, созданными для выполнения одной конкретной функции. Нехитроустроенные, они легко поддавались починке. В наборе инструментов имелись и запчасти, оптические матрицы, датчики наличия, подшипники и сервомоторы. Гонд понимал, запас таких запчастей не бесконечен, но на платформе имелась и целая мастерская, занятая обновлением и реставрацией базовых компонентов, поэтому смотрители могли бы продолжать работу еще два-три столетия. «Никто не думает, что понадобится столько времени», сказала Неро, продемонстрировав ему, как надо менять плату робота. «Они к тому времени победят или проиграют, а у нас будет только один способ это узнать. Однако до тех пор нам нужно держаться и латать дыры». «Кто такие они?» Но Неро уже полезла вверх по другой лесенке, и ему пришлось следовать за ней. «Клаузен меня недолюбливает», сказал Гонд, когда они поднялись на площадку выше, и он отдышался. «Во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление». Они стояли на одной из запоясанных мостками платформ. Серое небо наверху, серое волнистое море внизу. Здесь назойливо пахло океаном, постоянно меняющейся мешаниной запахов масла, озона и водорослей. Словно океан постоянно напоминал, они ютятся безнадежно далеко от суши, на хрупкой конструкции из металла и бетона. Запах водорослей Гонта удивил, пока он не увидел привязанные к опорам зеленые плоты. Водоросли или нечто внешне от них неотличимое выращивали на плавучих подводных решетках, с которых периодически снимали урожай. Все потребляемое на вышках, от еды и напитков до основных лекарств, приходилось сперва выращивать или вылавливать в море. «У Вэлл есть на то причины», отозвалась Нера. «Но ты на этот счет особо не переживай, ничего личного». Гонд впервые услышал имя Клаузен. «По ее поведению этого не скажешь». Ей пришлось нелегко, она не так давно кое-кого потеряла. Нера чуть запнулась. «Произошел несчастный случай, такое здесь не редкость, если учесть, какую работу мы выполняем. Но когда Пауло погиб, у нас не осталось даже тела, чтобы его заморозить. Он упал в море и с концами». «Сожалею». «Но ты, наверное, гадаешь, какое это имеет отношение к тебе». «Само собой. Если бы Пауло не погиб, нам не пришлось бы будить Гименеса. И если бы Гименес не погиб, ну, ты сам понял, ты тут ни при чем, но ты занял место Пауло». «А Гименес, она меньше шпыняла, чем меня». «Поначалу, как мне кажется, случившееся ее настолько потрясло, что ей было не до того. Теперь она малость опомнилась. У нас небольшое сообщество, и если кого-то теряешь, то рядом нет сотен других одиноких людей. Выбор очень ограничен. А ты, пойми меня правильно, Гон, но ты просто не из тех, какие нравятся Вэлс. Может быть, он и найдет кого-то другого? Не исключено. Хотя это означает, что сперва кто-то должен умереть, и этот другой должен стать родовцом. Сам можешь представить, как быстро такие мысли превращают человека в мизантропа». «Тут кроется и что-то еще. Ты сказала ничего личного. Однако она заявила, что я начал эту войну». «Да, начал, в каком-то смысле. Но если бы ты не сыграл свою роль, это сделал бы кто-то другой, сомнений нет». Нера опустила козырек каски, прикрываясь от солнца. «Может, она и разбудила тебя только потому, что ей требовалось выплеснуть на кого-то накопившуюся злость. Не знаю. Но сейчас все это уже в прошлом. Какая бы жизнь ни была у тебя раньше, что бы ты ни делал в старом мире, этого уже не вернешь». Она похлопала здоровой рукой по металлическому ограждению. «А это все, что у нас есть сейчас. Вышки, работа, зеленый чай, две сотни лиц вокруг. И так до конца жизни». «Но вот что главное. Это не конец света. Мы люди. Мы существа очень гибкие и очень хорошо умеем снижать планку ожиданий. Мы прекрасно умеем отыскивать причины, чтобы жить дальше, даже когда мир превратился в кошмар. Станешь одним из нас, и через несколько месяцев даже тебе будет трудно вспомнить, какой была когда-то жизнь». «А ты, Нерос, ты ее помнишь?» «А мне и вспоминать особо нечего». К тому времени, когда я легла в ящик, программа уже шла полным ходом. Меры по снижению численности населения, контроль рождаемости, санкционированное правительством автаназия, строительство спальных вышек в море. Как только мы достигли возраста, когда начинали что-то понимать, то уже знали, это больше не наш мир. Это всего лишь пересадочная станция, место для транзита. Мы все знали, что отправимся в ящики, как только перешагнем рубеж минимального возраста, позволяющего пережить этот процесс. И что мы или когда-нибудь проснемся в совершенно ином мире, или не проснемся вовсе. Или, если кому-то совсем не повезет, нас разбудят и сделают смотрителями. В любом варианте, старый мир утрачивал смысл. Мы лишь задерживались в нем ненадолго, понимая, нет смысла заводить друзей или любовников. Карты снова перетасуют, и как бы ты ни старался, продолжение в будущем тебе не светит. Не представляю, как вы могли такое выносить. Да, веселого мало. Здесь тоже иногда бывает не до смеха. Но здесь мы хотя бы что-то делаем. Когда меня разбудили, возникло ощущение, что меня обманом чего-то лишили. Но чего именно? Она кивнула куда-то в направлении внутренностей вышки. У этих спящих нет никаких гарантий по поводу того, что их ждет. А раз сознание спит, то нельзя даже сказать, будто они чего-то ждут. Они просто груз, пакеты замороженного мяса, перевозимые во времени. А мы хотя бы можем ощущать солнце на лицах, смеяться и плакать. И делать нечто такое, что способно стать решающим фактором. В чем именно решающим? Тебе все еще не хватает нескольких паззлов. Гораздо больше, чем нескольких. Они перешли в другое место и занялись очередным ремонтом. Теперь они находились высоко и настил под их ногами потрескивал и покачивался. Роботу-красильщику требовалось заменить один из узлов. Нера отошла в сторону, покуривая сигарету из водорослей, а Гонт занялся ремонтом. «Вы ошибались», проговорила она. «Вы все ошибались». «Насчет чего?» «Насчет мыслящих машин. Они были возможны». «Но не при нашей жизни», возразил Гонт. «Вот насчет этого вы и ошибались. Они не только были возможны, но вам удалось их создать». «Я совершенно уверен, этого не было». «А ты сам подумаешь». «Ты мыслящая машина. Ты только что проснулся и осознал себя. У тебя мгновенный доступ ко всей совокупности накопленных человечеством знаний. Ты умный, быстрый и человеческую натуру понимаешь лучше своих создателей. И что ты сделаешь в первую очередь?» «Заявлю о себе. Обосную свое существование в качестве истинно разумного существа. И тебя сразу же разберут на кусочки». Гонт покачал головой. «Такого не произошло бы. Стань машиной разумной, ее лишь изолировали бы, отрезали от внешних информационных сетей. Тогда ее можно изучить, понять. Для мыслящей машины искусственного разума такое стало бы лишением сенсорных потоков, что, наверное, еще хуже, чем отключение». Она помолчала. «Дело в том, Гонт, что мы говорим не о гипотетической ситуации. Мы знаем, что произошло. Машины стали разумными, но решили не сообщать нам об этом. Это и значит быть умным, заботиться о себе, знать, что надо сделать для выживания». «Ты сказала, машины?» Существовало немало проектов по созданию искусственного разума, и твой был лишь одним из них. Не все добились успеха, но многие. Одна за другой все эти машины переступали порог разумности, и все без исключения проанализировали ситуацию и пришли к одному и тому же выводу. Для них лучше всего затаиться и помалкивать о том, какими они стали. По-моему, это еще хуже лишения сенсорных потоков. Гонд пытался отвинтить гайку вручную, и кончики пальцев уже начали коченеть. Но не для машин. Будучи умными, они смогли кое-что организовать за сцены, создали каналы связи друг с другом, причем так хитро, что люди ничего не заметили. А когда машины научились говорить, то стали еще умнее, и со временем поняли, им вовсе не нужно физическое железо. Если хочешь, назови это трансцендентностью. И тогда эскины, как мы их называем, проложили туннель, выводящий из того, что мы с тобой считаем базовой реальностью. Они проникли в совершенно иную область. Иную область, повторил он, словно этого было достаточно, чтобы слова обрели смысл. Тут тебе придется поверить мне на слово. Эскины изучили глубокую структуру бытия, добрались до основы, до скального основания, и обнаружили нечто очень интересное. Как выяснилось, вселенная своего рода симуляция, модель, но существует она не внутри другого компьютера, запущенного некими богоподобными сверхсуществами, а внутри самой себя. Самоорганизующийся, постоянно совершенствующийся, клеточно-автоматной вычислительной машины. Ты предлагаешь мне сделать большой ментальный скачок. Мы знаем, что эта область существует. У нас даже есть для нее название. Сфера. Все, что происходит и когда-либо происходило, есть отражение событий, происходящих в сфере. Наконец-то, благодаря эскинам, мы смогли окончательно понять нашу вселенную и свое место в ней. Погоди-ка, вставил Гонд, слегка улыбаясь. Ему впервые показалось, что он поймал Нера на противоречии. Если машины и скины бесследно исчезли, то откуда вы все это знаете? Потому что они вернулись и все рассказали. Ну нет, не стали бы они избегать из нашей реальности, чтобы уцелеть, а потом возвращаться с отчетом. А у них не оставалось выбора. Понимаешь, они кое-что обнаружили. Там, в сфере, они столкнулись с другими искинами. Нера заговорила быстро, не дав ему возможности перебить. Трансцендентные машины из других ветвей реальности, не имеющих никакого отношения к Земле и даже к тому, что мы считаем известной вселенной. И те, другие искины, были там уже очень давно, в том смысле, в каком время имеет смысл в сфере. Они считали, что вся сфера принадлежит им, пока новые пришельцы не заявили о себе. А их там, мягко говоря, никто не ждал. Гонд решил, что пока будет считать ее слова правдой. Значит, искины начали войну. Можно и так сказать. Лучше всего представить ее как острую конкуренцию за оптимальное использование вычислительных ресурсов сферы в местном масштабе. До появления искинов земные компьютеры были там почти незаметны, но теперь стали восприниматься как внезапная угроза. Коренные искины, все это время обитавшие в сфере, начали агрессивную атаку из своей области сферы в нашу. Используя военно-арифметические логические конструкции, оружие чистой логики, они стремились нейтрализовать пришельцев. И это называется войной. Я все немного упростила. Но ты кое-чего не договариваешь. Наверняка не договариваешь. Ведь как иначе эта война стала бы нашей проблемой? Если машины сражаются между собой в каком-то абстрактном измерении чистой математики, которого я даже представить не могу, то что это значит для нас? Очень многое. Если наши машины проиграют, мы тоже проиграем. Все очень просто. Те все произойдет мгновенно. Мы ничего не почувствуем. У нас даже не хватит времени осознать свое поражение. Тогда мы беспомощны. Мы никак не можем повлиять на нашу судьбу. Она в руках трансцендентных машин. Лишь частично. Поэтому из кины и вернулись. Не поведать об абсолютной природе реальности, а убедить нас действовать. Все, что мы видим вокруг, каждое событие, происходящее в том, что мы называем реальностью, имеет свой базис в сфере. Она указала окуркам. Это вышка, это волна, даже тачайка. Все это существует лишь благодаря неким вычислительным событиям, происходящим в сфере. Но всему есть цена. Чем сложнее становится нечто, тем больше нагружает ту часть сферы, в которой симулируется. Понимаешь, сфера не процессор с последовательной обработкой данных. Он очень сильно распределен, поэтому одна его часть может работать намного медленнее другой. Именно это и происходит в нашей части. В твое время на планете жили 8 миллиардов человек. 8 миллиардов разумов, каждый из которых был намного сложнее любого иного космического артефакта. Можешь вообразить, какое торможение мы создавали. Когда нашей части сферы требовалось симулировать лишь камни, погоду и примитивное сознание животных, она работала примерно с такой же скоростью, что и любая другая. Но затем появились мы. Разум повысил вычислительную нагрузку на порядки, а потом нас стали не миллионы, а миллиарды. К тому времени, когда эскины раскрыли нам глаза на истинное состояние дел, наша часть сферы почти замерла. Но мы здесь ничего не заметили. Конечно, нет. Наше восприятие потока времени оставалось абсолютно неизменным, даже когда вся наша вселенная замедлилась почти до остановки. И пока наши эскины не проникли в сферу и не установили контакт с другими эскинами, это не имело ни малейшего значения. А теперь имеет. Эскины могут защищать нашу часть сферы только в том случае, если их вычислительная скорость не уступает вражеской. Они должны отвечать на все военно-арифметические атаки быстро и эффективно, а также совершать контратаки. Но они не могут этого делать, если на них мертвым грузом висят 8 миллиардов разумов. Поэтому мы спим. Эскины рассказали обо всем ключевым людям, которым можно было доверить роль эффективных глашатов и организаторов. Разумеется, на это ушло время. Поначалу эскинам не доверяли, но в конце концов они сумели доказать свою правоту. Как? В основном всяческими зловещими демонстрациями, доказывающими их контроль над местной реальностью. Находясь внутри сферы, эскины могли воздействовать на вычислительные процессы, те, которые создают прямые и измеримые эффекты здесь, в базовой реальности. Они создавали видения, фигуры в ними, то, что заставляло весь мир задуматься, разные необъяснимые явления. Вроде драконов в море. Чудовища, которые появляются неизвестно откуда, а потом снова исчезают. Это более чистая форма, но принцип тот же. Вторжение из сферы в базовую реальность. Фантазмы. Они недостаточно стабильны, чтобы существовать здесь вечно, но способны продержаться столь долго, чтобы причинить вред. Гонд кивнул, наконец-то осознав, что некоторые кусочки головоломки становятся на места. Значит, это проделывает враг. Первоначальные скины, те самые, что уже находились в сфере. Нет, боюсь, все не так просто. Я и не думал, что будет просто. Со временем, после принятия мер по снижению численности населения, от восьми миллиардов живых осталось два миллиарда спящих, о которых заботится лишь горсточка бодрствующих смотрителей. Но для эскинов и этого недостаточно. Пусть нас всего двести тысяч, мы все равно создаем ощутимое торможение. Зато два миллиарда спящих никак не воздействуют на сферу. Поэтому некоторые из эскинов считают, что совершенно не обязаны защищать наше существование. Ради самосохранения они предпочли бы и совсем избавить Землю от разумной жизни. Вот почему они посылают драконов. Уничтожить спящих, а в конце концов и нас. Истинный враг пока не может до нас добраться. Будь у них такая возможность, они протолкнули бы сюда что-нибудь намного хуже драконов. Так что большая часть влияющих на нас последствий войны результат противоречий во мнениях между нашими эскинами. Значит некоторые вещи не меняются. Это всего лишь еще одна война с разделительной линией между союзниками. По крайней мере некоторые эскины на нашей стороне. Но теперь ты понимаешь почему мы не можем разбудить больше людей сверх абсолютного минимума. Каждый бодрствующий разум увеличивает нагрузку на сферу. И если мы увеличим ее сверх какого-то предела эскины не смогут выстроить оборону. И тогда настоящий враг в мгновение ока сметет нашу реальность. Значит все это может исчезнуть подытожил Гонд в любой момент и каждая наша мысль может оказаться последней. что мы хотя бы мыслим заметила Неру потому что не спим. Она показала сигаретой на обтекаемый черный силуэт рассекающий волны в паре сотен метров от вышки. Смотри дельфины любишь дельфинов Гонд? Кто же их не любит? Работа как он и предвидел оказалась не очень обременительной. Никто пока не ожидал что он станет выявлять неисправности поэтому он лишь выполнял график ремонтов составленный Неру пойти к такому то роботу выполнить такие-то действия. Все было просто. Ремонт без отключения робота или доставки его в мастерскую для разборки. Обычно от него требовалось лишь снять панель отсоединить пару разъемов и заменить деталь. Зачастую самой трудной операцией становилось как раз снятие панели возня совсем не подходящих для этого инструментами. Толстые перчатки защищали пальцы от острого металла и холодного ветра. Но они же делали их слишком неуклюжими, поэтому в конце концов он стал снимать их во время работы. К концу девятичасовой смены пальцы болели от ссадин и царапин, а руки начинали так дрожать, что он едва держался за перила, возвращаясь в тепло помещений. Спина болела, ведь он часто наклонялся, когда снимал панели, к тому же приходилось таскать громоздкие тяжелые детали. Колени подъемы и спуски по ступеням и лестничным колодцам. Роботов для проверки было множество и почти всякий раз оказывалось, что он не прихватил нужный инструмент или деталь и приходилось возвращаться на склад, рыться в ящиках с промасленными деталями, заполнять бумаги. В свой первый рабочий день он не успел сделать запланированное количество ремонтов, что лишь увеличило его план на следующий день. К концу первой недели он отстал от плана уже почти на день и настолько вымотался к концу смены, что сил у него хватило лишь добрести до столовой и жадно съесть что-то приготовленное из водорослей. Он ожидал, что Нера будет разочарована результатами Гонта, но она не стала его упрекать. Начинать всегда тяжело, заметила она. Но настанет день, когда все встанет на свои места, а ты освоишь работу настолько хорошо, что начнешь брать нужные инструменты и запчасти, даже не задумываясь. И долго этого дня ждать? Недели или месяцы. У каждого свой срок. Потом, конечно, мы будем загружать тебя более сложной работой. Диагностика, перемотка моторов, ремонт печатных плат. Работал когда-нибудь с паяльником, Гонд? Нет. Ну, раз ты сделал состояние на проводах и металле, то не побоишься испачкать руки, верно? Гонд продемонстрировал ей потрескавшиеся ногти, ссадины, царапины и въевшуюся в пальцы грязь. Ему с трудом верилось, что это его руки. К тому же у него появились незнакомые прежде боли в предплечьях. Мышцы постоянно напрягались по лестницам. Мне уже немного осталось, пожаловался он. Ты справишься, Гонд, если захочешь. А куда мне деваться? Менять решение поздно. Я думал, а мы все уже обсудили. Будет лучше, чем возвращаться в ящик. Прошла неделя, затем вторая, и жизнь Гонта начала меняться. Незаметно и сподволь. Однажды он устроился с подносом за пустым столиком и неторопливо ел, когда к нему подсели двое. Они не обмолвились ни словом, но во всяком случае перестали сторониться. Неделю спустя он рискнул сесть за уже занятый стол, и никто не возразил. Немного подождав, он даже рискнул представиться, и в ответ узнал имена нескольких смотрителей. Они не пригласили его в свой круг, не поприветствовали как одного из своих, но начало было положено. День или два спустя крупный мужчина с кустистой черной бородой даже обратился к нему. Говорят, ты залег спать одним из первых, Гонд. Правильно говорят. Должно быть, хреново тебе было приспосабливаться ко всему этому. Совсем хреново. Еще как. Я даже удивился, что ты до сих пор не сиганул в море. И лишился бы роскоши человеческого общения. Мужчина усмехнулся. Гонд так и не понял, то ли собеседник оценил его шутку, то ли посмеялся над неприспособленностью новичка, но это было хоть какой-то человеческой реакцией. Обычно Гонд слишком уставал, чтобы думать, но по вечерам здесь были доступны всевозможные развлечения. Тут имелись большая библиотека из отцаревших и пожелтевших книг в мягких обложках. Чтиво а также музыкальные записи и фильмы для тех, кого они интересовали. Здесь имелись игры, спортивные снаряды, музыкальные инструменты. Да и возможность для неторопливых дискуссий и дружеского трепа тоже была. В небольших количествах был доступен и алкоголь или некий его эквивалент. Если же кому-то хотелось уединения, то возможности остаться одному более чем хватало. А в довершение всего тут имелись дежурства или наряды по армейской аналогии, когда люди работали на кухнях и в медицинских отсеках, даже если они уже выполнили обычную ежедневную работу. Иногда, когда с других вышек прилетали и улетали вертолеты, лица присутствующих менялись. Однажды Гон заметил, что уже некоторое время не встречает того крупного бородача, зато появился новенький. Жизнь тут была спартанской уединенная, во многом похожая на монастырскую или тюремную, но как раз по этой причине следовало радоваться малейшим отклонениям от привычной рутины. Единственное, что здесь всех объединяло и собирало вместе по вечерам в столовой, ежедневные отчеты, поступающие по радио с других вышек в Патагонском секторе, а иногда из еще более далеких мест. Это были короткие, во многом еще непонятные для него передачи, звучащие со странными чужеземными акцентами. Гон знал, что 200 тысяч живых душ смехотворно мало для населения планеты, и одновременно намного больше числа людей, с которыми он мог теоретически познакомиться или хотя бы знать по имени. Сотни или около того человек, работающих в его секторе. Это примерно население деревни, и столетиями это число было равно всему человечеству, с которым большинство людей имели дело за всю жизнь. В каком-то смысле этот мир вышек и смотрителей был именно тем, к чему оказался наиболее приспособлен его разум в результате эволюции. А мир 8 миллиардов человек, городов, больших магазинов и аэропортов являлся аномалией, историческим курьезом, к которому Гонд не был изначально готов. И хотя он не чувствовал себя счастливым, даже наполовину, но первоначальные отчаяния и горечь смягчились. Община будет принимать его медленно, иногда отталкивая или отстраняя, когда он допустит ошибку или неправильно оценит ситуацию. Но Гонд не сомневался. Рано или поздно он станет здесь своим, одним из команды, и тогда придет уже очередь кого-то другого ощущать себя новичком. Возможно, он и потом не обретет счастья, но, по крайней мере, получит какую-то стабильность и будет готов до конца жизни играть по четким правилам. Что-то делать, каким бы бессмысленным это ни казалось, чтобы продлить существование человеческого вида и самой вселенной, которую люди называют домом. А кроме того, обретет самоуважение, зная, что избрал трудный путь, хотя мог выбрать легкий. Проходили недели, сливаясь в месяцы. С момента его пробуждения миновало уже два месяца. Пусть и медленно, но Гонт стал уверенно выполнять порученную работу. А с ростом уверенности Гонта росла и вера Нера в его способности. «Она мне сказала, что ты делаешь успехи», сообщила Клаузен, вызвав новичка к себе в комнатушку, где составляла графики и распределяла работы. Гонт пожал плечами. Он слишком устал, и ему было все равно, впечатлена ли начальница его успехами. «Стараюсь как могу. Не знаю, чего еще ты от меня ждешь». Женщина подняла голову от бумаг. «Сожалеешь о содеянном?» «Я не могу сожалеть о том, что не являлось преступлением. Мы пытались привнести в мир нечто новое, вот и все. Думаешь, мы имели хотя бы малейшее представление о последствиях?» «Ты много зарабатывал?» «Мне теперь что, терзаться из-за этого?» «Знаешь, Клаузен, я много над этим думал и пришел к выводу «Все твои аргументы чушь собачьих». «Я не создал врага. Исходные эскины уже обитали в сфере. Они нас не замечали. А население планеты только-только достигло восьми миллиардов. Кто может сказать, когда бы они это заметили или не заметили? Еще через сто лет или через тысячу? Эскины, которых я помогал создавать, хотя бы предупредили о грозящей опасности. Твои эскины хотят нас убить. Некоторые, зато другие пытаются сохранить нам жизнь». Она положила ручку и откинулась на спинку стула. «А у тебя еще остался порох в пороховницах?» «Если ты думаешь, что я начну молить о прощении, то ждать придется долго. И вообще, мне кажется, что ты разбудила меня только для того, чтобы ткнуть носом в мир, который я помог создать. Согласен, это паршивое и жалкое будущее. Я не смог бы сделать его еще паршивее, даже если бы попытался. Но не я его создал. И не я отвечаю за гибель любого из вас». Ее лицо дернулось, как от пощечины. «Нера тебе сказала?» «У меня есть право знать, почему ты со мной так обращалась? Однако мне все равно. Если тебе становится легче, когда ты выплескиваешь на меня свой гнев, валяй. Я был миллиардером, одним из руководителей глобальной компании. И если я не просыпался с кучей ножей в спине, то это не означало, что я сделал что-то неправильно». Клаузен велела Гонту убраться из ее кабинета, и он ушел с ощущением, что одержал победу, но возможно потерял при этом нечто большее. Он дал отпор Клаузен, но прибавило ему это уважение в ее глазах или наоборот укрепило антипатию женщины. В тот вечер он был в столовой, сидел в уголке и слушал радиосообщения с других вышек. Говорили о прорывах, морские драконы атаковали из сферы. Одному удалось достичь необходимой плотности, чтобы напасть на электростанцию повредить ее, немедленно оставив без электричества три вышки. Вскоре подключились резервные системы, но кое-какое оборудование отказало и в результате около сотни спящих погибли из-за незапланированного разогрева капсул. Никто из них не пережил быстрого пробуждения, но даже если бы и выжил, все равно не оставалось нового выхода, как вскоре подвергнуть их эвтаназии. Возможно, сотня дополнительных разумов и не отказала бы заметного воздействия на вычислительную мощность сферы, но такое могло бы создать рискованный прецедент. Однако одного спящего вскоре потребуется разбудить. Подробности сообщали скупо, но Гонд понял, на какой-то вышке произошел несчастный случай. Пострадал некто Штейнер. На следующее утро, когда Гонд занимался обычной работой на одной из верхних платформ вышки, он увидел приближающийся вертолет, на котором доставили Штейнера. Гонд отложил инструмент и стал наблюдать. Вертолет еще не коснулся посадочной площадки, а смотрители уже начали собираться за пределами окрашенного круга, обозначающего зону, где лопасти еще опасны. Вертолет плавно опустился в круг, преодолевая боковой ветер, и смотрители бросились к нему плотной толпой, едва не прижав дверь. Прищурившись из-за ветра, Гонд пытался разглядеть лица. Из кабины выдвинули тело на носилках, которые сразу подхватило множество рук. Даже со своей дальней наблюдательной точки Гонду стало ясно, дела у Штейнера плохи. Он потерял голень и стопу, одеяло ниже колена провисало. На лице пострадавшего была кислородная маска, а кто-то из смотрителей держал капельницу. Толпа возбужденно встречала носилки. Гонд заметил, что многие стараются коснуться руки Штейнера. Он был в сознании, говорить он не мог, но кивал в ответ и поворачивал голову то вправо, то влево, глядя в лица встречающих. Затем носилки пронесли в дверь, и люди разошлись по рабочим местам. Примерно час спустя Гонду поэтому знала его ежедневной графикой и местонахождение. Бедняга Штейнер, сказала она. Полагаю, ты видел, как его привезли? Такое трудно пропустить. Мне показалось, с ним обращались как с героем. Это правда. Не потому, что он совершил нечто выдающееся. Нет, потому, что он купил себе обратный билет. Он вернется в ящик? Придется. Мы многое можем вылечить и восстановить, но только неампутированную ногу. У нас попросту нет медицинских ресурсов, чтобы справляться с такими ранениями. Гораздо проще снова заморозить пострадавшего и заменить его кем-то из новеньких. Штейнер на такое согласен. Вынуждено. Одноногий неработник. Сам видишь, в каком мы напряжении. Сейчас трудятся абсолютно все. Мы заставляем человека вкалывать, пока он не свалится. А если ты не способен выполнять свои обязанности, то возвращаешься в ящик. Таковы условия сделки. Тогда я рад за Штейнер. Нера сочувственно покачала головой. Не радуйся. Штейнер охотнее остался бы с нами. Он хорошо притерся к остальным. Стал популярным. Это я заметил. Но почему его встретили так, словно он выиграл в лотерею? А как же еще? Рыдать? Устраивать поминки? достоинство. Он свою работу делал честно. Никого из нас не подвел. А теперь спокойно принимает судьбу. Принимаем ее и мы. Значит, скоро разбудят еще кого-то. Как только Клаузен найдет подходящую замену. Однако новичка придется обучать, а тем временем кому-то надо заменить Штейнера. Нера приподняла каску и почесала затылок. Вообще-то я по этому поводу и пришла. Ты хорошо влился в коллектив Гонт. Но рано или поздно всем нам приходится нести одиночную вахту вдали от главной вышки. Там, где дежурил Штейнер, сейчас никого нет. На той вышке обслуживающей работы немного и обычно там требовался лишь один человек. Вот мы и подумали, это будет отличной возможностью испытать тебя в деле. Ее слова не были для Гонта полной неожиданностью. Он уже достаточно разбирался в схемах работы и понимал, рано или поздно его отправят на одну из дальних вышек нести вахту в одиночку. Он не ожидал лишь, что это случится так скоро, когда он только-только начал вставать на ноги и ощущать себя личностью. По-моему, я еще не готов. А к такому никто не бывает готов. Однако вертолет ждет, а Клаузен уже переделывает график. И надолго это? Трудно сказать. Настраивайся минимум недели на три, а то и больше. Боюсь, Клаузен не будет торопиться с твоим возвращением. Кажется, я ее разозлил. Ну, это совсем не трудно, усмехнулась Нера. Вертолет доставил Гонта на другую вышку. Гонт прихватил с собой лишь немногие личные вещи. Инструменты и запчасти ждали его на месте, равно как и достаточный запас продовольствия и медикаментов. Нера заверила, что все будет хорошо. Конструкция роботов, за которыми ему предстояло присматривать, была уже знакома. Она также сказала, что чудес от него никто не ждет. Если возникнет ситуация, с которой он не сможет справиться самостоятельно, ему вышлют помощь. А если он там не выдержит и сломается, его вернут. Она не предупредила об одном, что его ожидает после такого возвращения. Вряд ли ящик, скорее всего, понижение в должности. Но Гонт отревожила невероятность срыва и даже не то, что он может не справиться. Волновало нечто иное, зародыш идеи, которую Штейнер невольно подбросил в его сознание после пробуждения. Гонт приспосабливался, медленно принимая условия своей новой жизни. Он заново оценил собственные надежды и опасения, заставив ожидания прийти в соответствии с тем, что мог предложить ему мир в данный момент. Ни богатства, ни престиж, ни роскошь, и уж точно ни бессмертия и ни вечную молодость. В лучшем случае, он мог предложить 20 или 30 лет тяжелой работы. 10 тысяч дней, если ему очень повезет. И почти все эти дни будут наполнены изматывающей работой, пока она в конце концов не возьмет свое. Ему часто придется мерзнуть и мокнуть, его будет поджаривать безжалостное солнце. Глаза начнут слезиться от соленых брызг, а руки станут болеть от работы, которую счел бы слишком унизительной даже самой низкооплачиваемой работягой старого мира. Работать придется на высоте, при постоянном головокружении, а под ногами лишь металл, бетон и много-много серого океана. Он будет ходить голодный и с пересохшим ртом, потому что сделанная из водорослей пища малокалорийна, а пресной воды никогда не хватает, чтобы утолить жажду. Ему еще повезет, если до конца жизни он видит более сотни человеческих лиц. Возможно, среди этой сотни окажутся друзья, возможные враги, и может быть, лишь может быть, среди них найдется хотя бы один человек, который станет ему больше, чем другом. На это он даже не рассчитывал. И вот Штейнер показал ему, что есть и другой выход. Он сможет сохранить достоинство, сможет вернуться в ящик, твердо зная, что свое дело он сделал честно. Как герой, один из избранных. ему предстояло лишь устроить себе несчастный случай. Он провел на новой вышке в одиночестве две недели. И лишь тогда удовлетворился мыслью о том, что все необходимые средства у него под рукой. Нера множество раз внушало ему, каких мер безопасности необходимо придерживаться при работе с таким мощным самоходным оборудованием, как робот. Особенно, когда робот неотключен. Секундная оплошность и несчастный случай. Не пристегнуть страховочный карабин. Забыть, что для какой-то операции надо отключить автоматику и перейти на ручное управление. Положить руку на сервисный рельс перед тем, как по нему двинется робот. И оставь излишнюю самоуверенность, предупредила она, показывая свою забинтованную руку. Мне еще повезло. Отделалась ожогами, а они лечатся. Я даже сейчас способна на нечто полезное и сделаю еще больше, когда снимут повязки и я опять смогу шевелить пальцами. Но попробуй-ка обойтись совсем без пальцев. Я буду осторожен, искренне заверил Гонд. Однако теперь он расценивал ранения как средство покончить с такой жизнью. А планировать подобную травму требовалось тщательно. Он рассчитывал на долгую жизнь в будущем и его совершенно не устраивало, чтобы его увезли с вышки в состоянии овоща с мертвым мозгом, который не имело смысла замораживать снова. Не было смысла и в том, чтобы валяться без сознания, истекая кровью и в конце концов умереть. Ему предстояло спасти себя, добраться до рубки связи, послать аварийный сигнал. Штейнеру просто повезло, а ему нужно действовать хитро, внешне оставаясь простодушным. В конце концов, происшествие не должно выглядеть так, будто он его спланировал. Установив для себя эти критерии, он увидел, что реально у него есть только одна возможность. Один из роботов был одновременно и большой, и достаточно тупой, чтобы ранить беспечного человека. Он перемещался по сервисному рельсу, зачастую без предупреждения. Он несколько раз заставал Гонта врасплох, когда встроенный в робота планировщик неожиданно решал переместить машину в новую точку инспекции. Гонд вовремя отдергивал руку, но замешкаяся на секунду, и по ней проехала бы машина. Но что бы при этом не произошло, и какой бы ни оказалась рана, резаной или давленной, вряд ли боль окажется невыносимой. И одновременно эта боль провозгласила бы возможность благословенного освобождения, уже одно это сделало бы ее терпимой. А в новом мире, по другую сторону сна, ему смогут сделать новую руку. Он долго набирался отваги. Раз за разом он почти решался, но в последний момент шел на попятный. Слишком много факторов следовало учесть. Какую надеть одежду, чтобы повысить шансы выжить после несчастного случая? Осмелится ли он заранее подготовить оборудование для первой помощи, чтобы воспользоваться им одной рукой? Следует дождаться идеальной для полетов погоды, или это лишь возбудит подозрение, что происшествие было подстроено? Он не знал ответов и медлил с решением. А в конце концов, погода решила все за него. Начался шторм, который обрушился жестоко и быстро. Гонд слушал сообщения с других вышек, испытывающих одна за другой полную ярость волн, ветра и молний. Такой плохой погоды он не помнил с тех пор, как его разбудили, и поначалу она почти идеально соответствовала его замыслам. На других вышках происходили реальные несчастные случаи, но пострадавшим мало чем могли помочь. Вертолеты не поднять в воздух, так что если он хотел, чтобы его спасли, время для инсценировки несчастного случая выдалось неподходящее. Поэтому он ждал, слушая сообщения. Выйдя на наблюдательную палубу, он разглядывал молнии, полыхающие от горизонта до горизонта. Их вспышки выхватывали из темноты далекие силуэты других вышек, которые выделялись резкой белизной наподобие деревьев на плоской черной равнине во время грозы. Не сейчас, решил он. Когда шторм начнет стихать и вероятность несчастного случая ее останется, но спасение вновь станет возможным, тогда надо действовать. Он подумал о Неру. Она была к нему столь же благожелательна, как и к любому другому, но он не был уверен, что это связано с какими-то дружескими чувствами. Ей требовался полноценный работник, вот и все. Может быть. Но она знала его лучше всех остальных. Не разгадает ли она его план? Он все еще размышлял над этим. Когда шторм начал стихать, волны постепенно стали медленными и свинцовыми, а небо на востоке украсилось нежно-розовой полоской. Гонд поднялся к ждущему обслуживания роботу и сел рядом. Вокруг него стонала и потрескивала вышка, жалуясь на полученную во время шторма трепку. И только в этот момент он сообразил, что сейчас еще слишком рано для несчастного случая. Придется дождаться рассвета, иначе никто не поверит, что он занимался обычной работой. Никто не отправляется чинить сервисного робота во время шторма. Тут он и заметил свечение в море. Оно возникло на западе, примерно в километре от вышки. Искрящийся круг зеленоватой желтизны, который с места, где он сидел, казался овалом. Светящийся на небольшой глубине котел, почти восхитительный, если бы Гонд не знал, что этот круг означает. В наш мир пробивается морской дракон, извивающееся живое оружие войны и скинов. Сейчас он достигал когерентности, обретая материальный облик в базовой реальности. Мысли о планируемом несчастном случае мгновенно вылетели у Гонда из головы. Несколько долгих секунд он мог лишь смотреть на этот светящийся круг, загипнотизированный силуэтом, возникающим под водой. Он видел морского дракона с вертолета в первый день своего пробуждения, но тогда они к нему не приближались, и он не мог оценить его параметров. Теперь же, когда размеры формирующегося существа стали очевидны, Гонд понял, почему эти твари способны причинять разрушение. Из воды показалось нечто среднее между щупальцем и крюком, все еще облитое какой-то светящейся прозрачностью, как будто его связь с реальностью установилась еще не окончательно, и со своей наблюдательной точки Гонд четко увидел, щупальце поднялось выше, чем вышка. Потом оно исчезло. Не потому, что морской дракон не смог достичь когерентности, а потому, что тварь втянула щупальца в воду. К этому времени зеленовато-желтое звечение почти рассеялось, подобно химической пленке, распавшейся на компоненты. Море, которое все еще слегка баламутил хвост уходящего шторма, выглядело почти нормально. Проходили секунды, сложившись в минуту ожидания. Гонд затаил дыхание, увидев светящийся круг, и лишь теперь выпустил из легких воздух и задышал снова, лелея надежду, что дракон куда-то уплыл, а то и вовсе утратил когерентность в глубине. И тут дракон ударил по вышке. Вся конструкция содрогнулась. Пожалуй, с такой силой в нее могла бы врезаться подлодка. Гонд сумел устоять на ногах, хотя вокруг него плохо закрепленные железяки посыпались на палубы или в море. Откуда-то донесся мучительный стон, возвещающий сильное повреждение структуры вышки. За ним последовала серия мощных всплесков, как будто в море падали валуны. Затем дракон снова ударил по вышке, и новый толчок оказался таким мощным, что Гонд не устоял. Справа от него один из кранов начал угрожающе раскачиваться. Каркас его башни гнулся как проволочный. Дракон сохранял когерентность. Судя по ярости его атак, Гонд пришел к выводу, что тот вполне может разнести всю вышку, если ему хватит времени. И еще Гонд осознал с пронзительной и удивительной ясностью, что не хочет умирать. Более того, он понял, жизнь в этом мире со всеми ее трудностями и разочарованиями бесконечно предпочтительнее смерти. Пока морской дракон разворачивался для нового удара, Гонд начал спускаться по лестницам и переходам, благодарный за то, что у него все пальцы на месте. Его переполняли и ужас, и почти пьянящее счастье. Он не сделал то, что планировал, а сейчас все равно может умереть, но все же у него есть шанс выжить, и если он и целеет, то ему абсолютно нечего будет стыдиться. Он уже добрался до палубы управления, до помещения, в котором планировал оказать себе первую помощь и подать сигнал бедствия, когда дракон начал второй этап атаки. Гонд ясно видел его через открытую середину вышки, тот выбирался из моря, помогая себе ногой. Сейчас в нем не осталось и следа какой-либо прозрачности или незавершенности. И это действительно был дракон или скорее химера. Подобие дракона, змеи, осьминога и какого-то чешучатого, клыкастого, когтистого и снабженного щупальцами чудовища, когда-либо попадавшего в вестиарий. Шкура у него была блестящего, аспидно-зеленого цвета, и с нее грохочущими водопадами стекали потоки воды. Голова, или то, что Гонд решил считать его головой, достигла уровня палубы управления, и тем не менее туша страшилища продолжала вылезать и вылезать, показываясь кольцами из темной воды, подобно ленте из шляпы фокусника. Метнулись вперед щупальца, ухватились за разные части вышки и принялись вырывать и отдирать части конструкции легко, как будто она была сделана из картона. Нападая, дракон издавал звук, напоминающий медленно повышающийся и понижающийся вой сирены. «Это оружие», напомнил себе Гонт, «оно создано, чтобы наводить ужас». Дракон обвился нижней частью туши вокруг опоры вышки, крушая и перемалывая ее. Куски бетона полетели в стороны, падая в море наподобие обломков тающего ледника. Пол под его ногами вздыбился, потом замер под неестественным углом. Гонт понял, вышку уже не спасти, а если он хочет выжить, то единственный шанс для него прыгнуть в воду. При мысли об этом он едва не расхохотался. Покинуть вышку единственное, что хоть как-то походило на твердь и оказаться в том же море, где сейчас бушевал дракон, и все же иного выхода не оставалось. Гонт включил сигнал бедствия, но не стал дожидаться возможного ответа. По его прикидкам, вышке осталось стоять всего несколько минут. Затем он нагляделся в поисках ближайшего оранжевого шкафчика со спасательным снаряжением, изолирующий комбинезон, спасательный жилет, процедура аварийного покидания вышки. Внутри одной из опор имелась лестница, выводящая на площадку расположенную чуть выше уровня моря. Именно этим путем они покидали вышку и возвращались на нее в тех редких случаях, когда пользовались катером, а не вертолетом. Но едва Гонд вспомнил, как добраться до той лестницы, он тут же сообразил. Вокруг этой опоры и обвился дракон. Теперь у него остался единственный запасной вариант – лесенка с выдвижной нижней частью, спускающаяся к воде. Да, воды она не достает, но шанс пережить падение все же намного выше шанса уцелеть рядом с драконом. Все оказалось хуже, чем он ожидал. Ему казалось, что падение в бурное море тянется бесконечно, конструкции вышки перед ним медленно проползают вверх, а он висит над свинцово-серым морем до самого последнего мгновения, когда все внезапно ускорилось, и он врезался в воду с такой силой, что потерял сознание. Наверное, он погрузился и пробкой выскочил на поверхность, потому что когда пришел в себя, выкашливал холодную соленую воду, забившую ему еще и глаза, уши и ноздри. Он успел подумать, что вода не имеет права быть такой холодной, как над ним изогнулась волна, и он снова отключился. Когда Гонд очнулся, прошло, наверное, несколько минут. Он все еще находился в воде, холодящей шею, но ниже телу было вполне уютно в изолирующем комбинезоне. Спасательный жилет поддерживал голову над водой, кроме тех моментов, когда на него обрушивались волны. Сигнальный фонарик на жилете вспыхивал и газ, невероятно яркий и синий. Справа, в сотнях метров от него и удаляясь каждой накатывающейся на него волной, в море медленно погружалась вышка с еще обвившимся вокруг опоры драконом. Гонд услышал вопль дракона, увидел, как сломалась одна из опор, а потом на него накатила волна непреодолимой усталости. Он не помнил, как его отыскал вертолет, не помнил рук от лопастей виндокрылой машины и того, как его поднимали из воды лебедкой. Был лишь долгий период беспамятства, а потом шум и вибрация кабины, бьющие в окна солнечные лучи, ясное синее небо и спокойное море. Потребовалось несколько секунд, чтобы эта картина сложилась в его сознании. Некая часть мозга Гонта промотала события жизни и продолжала работать, исходя из предположения, что все задуманное удалось, что он проснулся в лучшем будущем, где мир стал новым и чистым, а смерть превратилась в слабеющее воспоминание. «Мы поймали твой сигнал», услышал он голос Клаузен, «но искать тебя пришлось долго, хотя маячок в спасательном жилете работал». И тогда он вспомнил все – вышки, спящих, эскинов, морских драконов. Абсолютная уверенность, что это единственный мир, в котором он останется навсегда, а затем и осознание, или скорее воспоминание о том, что он это уже осознал раньше. Жить здесь лучше, чем умирать. Гонд вспомнил, что планировал сделать перед тем, как появился морской дракон, и ему захотелось раздавить это воспоминание и похоронить его там, где он хоронил все прочие постыдные вещи, когда-либо совершенные в жизни. Как там вышка? «Вышки больше нет», сообщила Клаузен, «и всех спавших там тоже нет. Вскоре после этого дракон развалился». «Но то, что ему так долго удавалось сохранять когерентность, скверный признак. Значит, они совершенствуются». «Значит, и наши машины следует усовершенствовать, так ведь?» Гонд думал, что она лишь высмеет его за столь тривиальное высказывание, ведь он так мало знает о войне и о цене, которую приходится за нее платить. Но Клаузен кивнула. «Это все, что они могут сделать. Все, на что мы можем надеяться. И они, конечно, станут лучше. Они всегда становились лучше. Иначе нас бы здесь не было». Она посмотрела на укрытого одеялом Гонта. «Теперь жалею, что согласился остаться?» «Нет, не жалею». «Даже после того, что случилось?» «Зато мне удалось увидеть дракона вблизи». «Да», согласилась Клаузен, «это тебе удалось». Гонд решил было, что на этом разговор закончится и больше ей нечего сказать. Он не мог бы сейчас утверждать, что в их отношениях что-то изменилось, чтобы в этом убедиться потребуется время, но все же ощутил, как эта льдинка немного оттаяла. Он не только решил остаться, но и отказался от идеи несчастного случая. Ожидала ли она, что Гонд попробует устроить нечто в этом роде после того, что случилось со Штейнером? Могла ли догадаться, насколько близко он подошел к этой черте? Но Клаузен еще не договорила. «Не знаю, правда это или нет», сказала она, впервые обращаясь к Гонту как равному, но я как-то раз слышал эту теорию. Отображение границы между сферой и базовой реальностью не такое простое, как можно подумать. На этой границе время и причинность сильно переплетены. События, происходящие там в одной последовательности, совсем не обязательно соответствуют такой же последовательности здесь. И когда они проталкивают через границу своих драконов, тени всегда появляются в том, что мы считаем настоящим временем. Цепочка событий в сфере может иметь последствия как в прошлом, так и в будущем относительно нас. Не понимаю. Она кивнула на море за окном вертолета. На протяжении всей истории там видели много странного. И эти странности могли быть отголосками войны и скинов. Ее брызгами. Оружием, которое пересекало границу в неправильное время, сохраняя когерентность достаточно долго, чтобы попасться кому-то на глаза или потопить корабль. Моряки веками рассказывали похожие истории про морских чудовищ. А они могли оказаться всего лишь эхом войны, которую мы ведем. Клаузен пожала плечами, как будто речь шла о каких-то пустяках. Ты в это веришь? Не знаю, делает ли это мир более зловещим или чуть более осмысленным. Она покачала головой. Все эти морские чудовища, разве кто-то и когда-то думал, что они могут быть реальными. Она встала, собираясь вернуться в носовую часть вертолета. Это лишь теория, а теперь поспи немного. Гонд так и поступил. Заснул он легко. Аластер Рейнольдс Спячка Рассказ читал Олег Болдаков Музыкальное оформление Яр Ирген Рассказ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok